Всем привет! Меня зовут Гульнас. Сегодня мы с вами сошьем платье из хлопка, в котором комфортно как в жару, так и в холод. О том, как правильно и качественно шить платья и другие изделия, подробно и более детально я рассказываю в своих видеокурсах. Больше об этом курсе я рассказываю в видео. Ссылку на него оставлю внизу в инфобоксе. И еще, если вы что-то сшили по моим видео, то оставляйте свою работу в Instagram с хэштегом СмотриХэппиназ. Я обязательно посмотрю на ваше творение и с гордостью опубликую на своей странице. Для пошива платья нам понадобится ткань. Сегодня я буду сшить платье из плотного хлопка, который в составе имеет 5% эластана. Эти эластановые волокна позволяют хлопковой ткани немного тянуться, и это добавляет комфорта в носке. Как рассчитать количество необходимой для платья ткани? Вам необходимо замерить длину изделия, то есть длину платья. Можно замерить от плеча и до низа. И прибавить к этой величине длину рукава. Можете взять с запасом 15-20 см на все швы. Подобный расход расчета ткани подходит до 46 размера включительно. Еще многое зависит от кроя, от модели вашей одежды. Для того, чтобы раскроить платье, нам понадобится лекало выкройки. Я построила его по своей инструкции, пособию по конструированию женской одежды. Даже если вы никогда не составляли выкройки, у вас получится с первого раза. Для заказа этого пособия напишите мне на почту happy.nass.gmail.com Нам понадобится передняя половинка, полочка, спинка и простой одношовный вточной рукав. Далее понадобятся нитки для стачивания в цвет. Поскольку в этой ткани два цвета, можно выбрать один из двух цветов. Для стачивания срезов и обметки строчка зигзаг. Но если у вас есть оверлоп, то понадобится еще дополнительных три нитки. Дальше наши помощники мерная лента, портновские ножницы, кусачки для обрезки нити, я их обожаю. Булавки и иголки и портновский белый мел. Если у вас нет оверлока, то вам понадобится одна нитка, армированная либо полиэстровая. После того, как вы построите базовую конструкцию плечевого изделия, то есть платья, мы немного смоделируем лекало. А именно уберем все выточки. Это платье будет без выточек. Вам необходимо продолжить линию нагрудной выточки и линию талевой выточки, так чтобы они пересеклись в одном месте. Далее мы закрываем нагрудную выточку, просто перемещая деталь. И нагрудная выточка открывается дополнительно в талевой выточке. Разумеется, вы можете стачать эту талевую выточку, которая включает в себя уже и нагрудную. Но можно и не стачивать совсем. Вы просто будете обводить лекало со всех сторон, в том числе боковой срез. А срез по талии просто проведете сплошной линией. Но по груди платье будет сидеть так же хорошо. То есть не будет никаких лишних пузырей, поскольку нагрудную выточку мы перевели. И она есть. Приклеим детали для того, чтобы они не отделялись друг от друга. Представьте, что это ткань в длину. С обеих сторон идут кромки. Вам необходимо первым делом от общей длины ткани отделить длину, которая предназначена для юбочной части. К примеру, 100 сантиметров. Остальное пока отложим. Вы можете сложить эту ткань пополам, прострочить края, и у вас получится юбка. Эту юбку вы можете, к примеру, собрать на сборке, либо на складке по срезу талии. А можно сделать юбку трапецию. Она кроится очень просто. Вам необходимо замерить длину талии по полочке, передней половинке, плюс 1 сантиметр на швы. К примеру, это 25 сантиметров. И отложить от сгиба вправо. Далее с обратной стороны, там где у вас кромка, не считая эти 2 сантиметра кромки, откладываете величину, равную длину талии по спинке, плюс 1 сантиметр. К примеру, 23 сантиметра. Теперь вам необходимо просто по прямой соединить эти 2 точки. И эта линия будет боковым срезом, как по передней половинке юбки, так и по задней. Можем разрезать по этой линии. И мы получили 2 передней половинки в сгиб и 2 задней половинки отдельно. Вот эти уголки, если источать их и оставить в таком состоянии, они немного опадут, когда вы наденете платье. Поэтому нам необходимо их немного сократить. А именно, к примеру, если длина вашего изделия равнялась 100 сантиметрам, то эту же величину вам необходимо будет отложить и по боковому срезу. К примеру, 100 сантиметров заканчивается вот здесь. И теперь вы просто плавно приводите эту отметку к середине задней половинки, либо передней. Лишнее отрезаем, и у нас получается округлый срез юбки. То же самое необходимо повторить и по передней половинке юбки. Собираем юбку. Соединяем 2 задние половинки по среднему заднему шву, то есть вдоль кромки. Закрепляем, стачиваем на машинке и обметываем оверлоком, либо зигзагом. Затем раскрываем заднюю половинку лицом наверх. И прикладываем лицом к лицу к ней переднюю половинку юбки. Соединяем по боковым срезам, стачиваем и обметываем. Еще я решила сделать платье с немного завышенной линией талии. Я сократила полочку и спинку на 5 сантиметров от линии талии наверх. И скроила и спинку, и полочку в сгиб. То есть у меня нет швов. Швы будут только по боковым срезам. Оставляем припуски на швы везде по сантиметру, по горловине 5 миллиметров. И посмотрите, я проигнорировала талевые вытачки. Как по спинке, так и по полочке. Они будут у меня сплошными. И мне не нужна будет молния вдоль всей спинки. Однако горловина остается такой же узкой. И голове будет не пролезть. Поэтому я сделаю маленькую застежку-капельку. Для этого вам необходимо определить уровень, глубину этой капельки. Я отложу сантиметров 5-6 и нарисую не очень широкую. В ее глубоком основании я отложила 5 миллиметров в бок. А наверху, по срезу горловины, привела к нулю. То есть прямо к сгибу. Можем срезать по этой линии. И вот что у нас получилось. Впоследствии мы будем обрабатывать все срезы. И капелька будет углублена еще на 5 миллиметров. Поэтому учитывайте это. То есть она еще немного раскроется. Также я скроила два рукава, отложив по всем сторонам по сантиметру на швы. Вот эти боковые, а вернее локтевые срезы, я продолжила не по наклонной, а просто опустила перпендикуляры вниз. Потому что хочу иметь рукав немного широкий. Для того, чтобы внизу пустить резинку, которая будет собирать этот рукав. Для обработки горловины мы создадим обтачки. Обтачка это такая деталь, которая полностью повторяет срез горловины изделия. И имеет ширину около 5-7 сантиметров. К примеру, по полочке мы возьмем 7 сантиметров. Вам для этого от среза горловины, вдоль всей горловины, необходимо будет отложить 7, 7, 7, 7 сантиметров. И соединить это все в единую линию. По спинке можно также руководствоваться этой величиной. Но поскольку посередине спинки будет капелька, она потребует дополнительной ткани. Для того, чтобы срезы не выворачивались. И капелька выглядела аккуратной. Поэтому мы немного понизим линию обтачки примерно на длину этой капельки разреза. И также проведем линию. К примеру, по плечевому мы также должны оставить 7 сантиметров. А здесь у вас может быть, например, 15 сантиметров. Разрезаем по линиям и отделяем обтачку. Далее краем обе детали в сгиб. То есть спинку, в сгиб и полочку. Также в сгиб. По спинке у нас есть капелька. При желании вы можете сразу же перевести ее. К примеру, можете наложить спинку поверх, перерисовать линию и вырезать. Обе обтачки вам нужно будет продублировать с изнанки. И внешний длинный срез обметать на верлоке либо зигзагом. Плечевые срезы и срезы горловины мы не обметываем. Также соедините обтачки по плечевым срезам. И прострочите на 1 сантиметр. Для того, чтобы у вас получился цельный круг. И соберем платье. Раскроем полочку, переднюю половинку, лицом наверх. И приложим к ней лицом к лицу спинку. Соединим плечевые срезы и боковые срезы. Их надо будет также обметать либо на верлоке, либо зигзагом. Рукав сложите пополам. И соедините локтевые срезы. И еще посмотрите. По окату рукава одна сторона чуть глубже. Это передняя половинка рукава. Сделайте на ней маленькую натечку на пару миллиметров. Она поможет вам сориентироваться, когда вы будете присоединять рукав к платью, к пройме. Соединили верхнюю часть платья по плечевым срезам и боковым. И обязательно поутюжьте все швы, которые проложили. Также соединили обтачку в переднюю и заднюю половинке. И разутюжьте швы. Обметывать их не нужно. Нужно обметать только круговой внешний срез. Теперь мы присоединим его к горловине. Обтачка на изнанке, платье на лице. Соединяем лицом к лицу плечевые швы. С одной стороны и с другой. Распределяем все срезы вместе. Горловину прикладываем к обтачке и закрепляем по всей длине. Далее вам необходимо будет дать строчку по всей длине горловины и капельки разрезу на 5 миллиметров от края. Строго на 5 миллиметров, не больше. Все, обтачка на месте. И теперь нам необходимо будет подсечь вот эти острые уголки, не доходя до строчки на 1-2 миллиметра с обеих сторон. А вот по этому округлому срезу необходимо будет сделать небольшие надсечки. Также не доходя на 1-2 миллиметра до швов. Эти надсечки можно также сделать по самой округлой части горловины по передней половинке. После поворачиваем обтачку наизнанку. Расправляем уголки. Если вы хорошо сделали надсечки, округлая капелька должна хорошо вывернуться, без всяких заломов и перетяжек. Разумеется, вы еще поутюжите, и это будет выглядеть намного аккуратнее. Для того, чтобы наша обтачка не выворачивалась и лежала ровно и прямо, нам необходимо будет сделать закрепляющую строчку. Для этого среза притачивания обтачки отогните в сторону обтачки. И затем вам необходимо будет по лицевой части обтачки дать строчку на 1 миллиметр от этого шва. То есть мы даем строчку по обтачке. Она закрепляет три слоя. Саму обтачку, срез обтачки и срез горловины по платью. Если у вас не получится проложить закрепляющую строчку по всему кругу горловины, особенно в этих сложных угловатых и округлых местах, то ничего страшного. Многое зависит от того, как вы поутюжите. Если поутюжите хорошо, то обтачка не будет выворачиваться, даже если где-то не закреплено. Ну и еще для того, чтобы обтачка была хорошо зафиксирована, вы можете просто вручную подцепить плечевой срез обтачки и плечевой срез платья. Ну а теперь присоединим рукав. Посмотрим, где у нас насечка, которая обозначает переднюю половинку рукава. Вывернем рукав на лицо, а платье наизнанку. Вложим рукав в пройму и соединим по круговой. Присоединение рукава к пройме – один из самых сложных моментов в шитье одежды. Подробнее я рассказываю о всех нюансах в своем видеокурсе. Для того, чтобы получить его, напишите мне на почту happynass.gmail.com. Там мы учимся шить юбки, брюки, платья, рубашки и изучаем все нюансы. После этого втачиваем рукав на машинке в круговую по пройме и обметываем срезы. А низ рукава нужно будет просто обработать, подогнув два раза, либо по 5 мм, либо обметать срезы и подогнуть на сантиметр. После того, как обработаете низ рукава, можно пристрочить резинку. Сначала решите, на каком уровне будет у вас резинка. К примеру, у меня это 15 см. На уровне 15 см от низа рукава замерьте комфортную величину резинки для вас и пристрочите в круговую. Соединим юбку с верхней частью платья. Юбка у нас на изнанке, а платье вывернем на лицо. Вложим в платье юбку, соединяя срезы талии. Будьте уверены, что вы приложили переднюю половинку лифа в верхней части платья к передней половинке юбки. Соединяем боковые швы с одной стороны и с другой, а затем просто распределяем оставшиеся срезы. Даем строчку в круговую на машинке и обметываем срезы оверлоком. Обработаем низ изделия. Вы можете просто обметать срезы оверлоком, либо зигзагом, а затем подогнуть на сантиметр, либо полтора и дать строчку. Можно подогнуть два раза по 5 мм и дать строчку. У меня осталось немного ткани. Я скроила две полоски, соединила их по боковым швам. И теперь просто приточаю ее в круговую. Она чуть длиннее, чем срез низа, чем длина низа. И поэтому лишнюю свободу можно просто превратить в сборку, либо заложить небольшие мягкие складки. На капельки можно пришить пуговицу. Если вам нравится с лица, я люблю маленькую, незаметную, тонкую с изнанки платья. С одной стороны пришиваем пуговицу, а со второй делаем петлю. Ее можно изготовить из этой же ткани, тонкий жгутик, либо из шнурка, шляпной резинки. И просто завести концы между обтачкой и платьем. И застрочить срезы. Можно сделать вручную. Для этого забравьте двойную нитку в иголку, сделайте узелок. Подцепите немного ткани, затем повторите стежок. А следующий стежок затягиваем не до конца, оставляем небольшую петлю. В эту петлю затягиваем хвостик из нитки и хорошенько затягиваем ту петлю, которая образовалась. Затяните хорошенько. И заново повторяем то же самое. Заводим в петлю хвостик и затягиваем. Тот хвостик, который мы подцепили, является уже новой петлей. И у нас получается косичка. Сделайте косичку длиной 1,5 см. Снова заведите нитку с иголкой в эту петлю и уже затяните окончательно. Заводим хвостик во внутреннюю часть, изнаночную часть капельки. Захватываем немного ткани. Следите, чтобы иголка не выходила на лицевую часть. Затягиваем и делаем крепкий узелок. Застегиваем и капелька сомкнулась. И на этом наше платье будет готово. И это все на сегодня. С вами была я, Гульнас. Оставляйте фото своих работ в инстаграм с хэштегом смотри хэппи нас. Я обязательно посмотрю на них. Я желаю вам хорошего, успешного дня. До встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok